Неужели в интернете? Ну, не на улице же сейчас знакомиться. И ты рискнула встретиться в реале? Ну, Полина, кто бы мог подумать, что ты способна на такое. Ну, и как это было? Ну, как у всех, наверное, посидели в кафе, много говорили. Потом виделись еще пару раз. Один раз гуляли в парке. В следующий раз... Катались на его машине по городу. Скучновато. Так откуда медведь-то? Он подарил. Ну, чем все закончилось? Как женат? Яна! Жена, значит? Статистически ничего странного в этом, конечно, нет. Яна, ты машину разбила? Совершившийся факт. Ну, так значит, женат и? А, ну... Позже уверял, что хотел признаться на первой же встрече, но не решился. Одной радует, оказался честным, сделал это до постели. Остались еще настоящие мужчины. Ты думаешь... Ну, смотри-ка, у нас, кажется, бить идут. Вот. Этот точно ничего бы не сказал. Так и катал бы тебя на своем мерседесе и убеждал, что ты его единственная. Но строго до 17-го. Ты посмотри на него, а? Типичный образ завиданного жениха для многих жаждущих девушек нашего города. А в сущности своей настоящая обезьяна. О, смотри. Слышь, скажи, им опаздываю я. У меня тут сучка одна въехала. Блондинка, дура. Понятно, чем заработала. Только плохо, видимо, дала. Всего лишь на какую-то бэху. Слушай, Ян, я так на работу опоздаю. Может, мне такси взять? Ведь тебе еще страховой заполнять? Ничего, я сейчас все уладю. Все еще учимся водить? Ты вообще смотришь куда-нибудь, когда едешь? Новую тачку мне искорежило. Коза. Вы не знаете, откуда у второго участника нашего дорожно-транспортного происшествия такой богатый лексикон? Что? Понятно. Кстати, всегда теряюсь. Как к вам обращаться? Гражданин, товарищ, господин. Простите, младший лейтенант дивидендов. Так вот, младший лейтенант. Я двигалась по главной дороге со скоростью 52 километра в час. Водитель транспортного средства, ух ты, 007, решил пренебречь знаком, предписывающим уступить дорогу, мотивируясь, скорее всего, таинственной магией своего номерного знака. Я начала торможение сразу же, как только его автомобиль оказался в поле моего зрения в 30 метрах от столкновения. Мой автомобиль в данной комплектации весит 1360 килограмм, плюс две стройные девушки идеальной комплекции. Это еще 100 килограмм. Итого 1460 килограмм, движущиеся на скорости 52 километра в час. При коэффициенте сцепления с дорогой при сухом асфальте 0,7, тормозной пульс оставляет 36 метров. Запечатлеть, пожалуйста. Как показывают мои расчеты, столкновение было не избежать. И причиной там явились неправомерные действия водителя Мерседеса. Я бы с удовольствием помогла вам с заполнением, но у нас там настоящее ЧП. Моя подруга только что выяснила, что ее молодой человек женат. Вот вы, например. Вы женаты? Я? Да, вы. Ну, в общем, недавно совсем, ну... Простите, это не имеет отношения к делу. Как и следовало ожидать. В формулировке ответа первые два слова в неопределенные формы. Кто говорит о том, что даже будучи молодоженом, вы боитесь признаться симпатичной девушке, что вы женаты. Ну? А с вами вообще все понятно? Все мужчины негодяи. Просто один-то идет. Но вы, дорогой мой, 0,07, в эту категорию не входите. Что ты на такого сказала? Правду. Что твой жених по матросину тебя и бросил, вдобавок еще оказался женат. В следствии чего у них проснуло генетически заложенное чувство вины. Как ни крути, всех у них рельцев в пушку. Но Рома меня не бросал. Это я скорее решила, что только Москва могла породить такого монстра, как ты. Кандидат наук, маскирующаяся под порно-звезду. Еще двоих заиками оставил. Нет, ты хотя бы очки бы носила, но для приличия. Я решила посвятить свою жизнь борьбе со стереотипами. Порошок, блеск, красота. Ваш друг навсегда. Нет. Плеск, красота, порошок. Слушай, ничего не могу придумать по голден вумен. А что за продукт? Ну как, голден вумен, колготки. Колготки. Голден вумен. Путь к совершенству еще никогда не был таким гладким. И ты предпочитаешь карандаш и бумагу этому чуду техники на твоем столе? Привет, Жора. Здравствуй. В напечатанном виде любой бред выглядит сносно, а начни его писать на бумаге, понимаешь? Субстанции нет. Ну, почти как с вашим братом. Субстанции. Жора, вот как вы могли утвердить эту концепцию? В названии бренда... Поля, в нашей жизни будет еще много звучных брендов. Ты лучше мне скажи, ну, когда ты мне уже наконец отдашься. Боюсь увидеть тебя без шапочки, Жора, но будет слишком большим потрясением для меня. О, кажется, босс идет. Сия, красотка. Полина, а на чем ты работаешь? Пока над последствиями присутствия зада нашего юного гения на моей столе. У меня для тебя срочное задание. Мне нужно, чтобы ты поехала в магазин Икея и выбрала нам диван и два кресла. Кость, мне нужно к завтрашней встрече придумать шесть вариантов слоганов для... Не останавливай процесс. Более того, пару гениальненьких придумаешь именно метро. Но... Полина, ты меня не слышишь? Мне больше некого послать. Все остальные у меня творцы. А ты скоро уходишь в отпуск. Да, вот еще Полита должна гармонировать с пастельными тонами нашего логотипа. Ну, я пошла? Иди. 3 ноября 2016 года в театре Золотое кольцо город Москва состоится большой концерт-презентация нового альбома группы Рождество Ты знаешь, так хочется жить. Заказывай билеты у наших друзей Под синим небом дома и люди бегут, бегут читая символы и знаки Найду я города шумного и знаку и голос чей меня разбудит Один черный кожаный диван Карлстад и два белых кресла Карлстад Так? Да, все верно А доставка у вас А доставку можете оформить внизу Держите Кажат Да, да Спасибо Пойдем туда Простите, девушка А у вас не будет карандаша? Да, конечно Вот, пожалуйста Спасибо О, господи, девушка Вы что? Алло, Полина Меня слышно Привет Ты заказала нам медик Сейчас Секунду Да, привет Я бегала весь магазин Нету этих Значит, нету Ну, как Что ты там мямлишь? Пастельных цветов Что ты не можешь Как-то нету А может, и дальтоник, Полина? Кто дальтоник? Ты дальтоник Я дальтоник? Такое вполне Может быть, ты же копирайтер Придется послать Жору Он все-таки художник Как-никак разберется Ладно, отбой тогда Хорошо тебе отдохнуть Куда там улетаешь Пока А, теперь у меня два мельминга Смотри, Ром Да, хорош Ты такой же, как ты, Стасик Ладно, давай Потом уже Пойдемте А то мы так ничего не найдем Ром, ну что, Сарис Бери, Стасик Пошли Прошок Лес Красота Олечка, ты там? Да, мам, привет Я тебя не вижу Ой, я совсем не успеваю У Маркуса завтра концерт в Вене А я до сих пор не решила Что я возьму с Лапур Мам, я не хочу обсуждать Ваши планы с Маркусом Ну, ты же знаешь это Как будто бы тебе в Москве Ухажеров не хватало Была бы сейчас здесь А не в каком-то там скучном В Люксембурге У тебя что-то случилось Наверное, опять на какого-то болвана выбрала Ты уже решила, куда поедешь в Кот? Ну, я собиралась лететь в Таиланд с одним Ну, не лечу Это очень кстати Нужно, чтобы ты съездила к бабушке В деревню к бабе Кате? Она заказала себе гроб И его уже доставили Поленька, надо съездить Вдруг там на самом деле что? Мы же не можем ее одну оставить Ну, конечно, не можем Все, Понечка, я побежала Пока Субтитры сделал DimaTorzok Потому что я старший Вы, дала бы сейчас этим горшком. Ой, простите, простите, это я не вам. Целый месяц всё было так замечательно. Вот сейчас мы должны были лететь в Таиланд. А вместо этого я лечу на деревне к бабушке. Оренбургская область, Бузулукский район, села Подколки. Вот такой у меня роман с Романом получился. I'm sorry, Michael. They don't have any real cups. I know how much you hate these. Thought you two defected like snowed it. I talked to the airline's representative, and they said... Bob! Bob, yeah, it's me. Listen, Michael has decided to take a commercial flight. Yeah, that's right. A local airline in Russia. I believe it, sweetheart. Okay, shut up now. We tried to charter a jet, but, like, forget it, okay? Who the fuck knows why? Bob, listen, pencil in the rehearsal back to the 15th. We'll be back if we don't die. Mr. Berkley, I am very sorry for the delay. I will take it to the lounge now. No problem. This way, please. I have to say I am a fan. I have to say I am a fan. I have to say I am a fan. Thank you. Let's go. Let's go. I have to say I am a fan of the time. I am a fan of the guy. You are the only but the man. I have to say the Mom. No matter who he is, I am a fan. I am a fan of the guy. No matter who he is, I have to speak. He is a fan of the guy. КОНЕЦ 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 Ой! Ты что-то на поручку поставила, а? Господи, напугалась. Это кто? Ой, Куленька! Ну, забралась-таки. На сегодня ты помнишь меня? Ты что, в углу сидишь? Ты плачешь, что ли? А-а-а! Эта, что ли? Ой! Да застыл, наверное. Баб-катя! Просыпайся! Баб-кать, просыпайся давай! Ты чего орешь-то, как полоумная? Ой, да чего противная девка! Он внучку свою до смерти напугала! Я что-то сознание не потеряла! У меня прям даже ноги подкосились! Боська, ты что ли? Я! Ну-ка, давай-ка, помоги мне вылезти из гроб, а то я одна не смогу. Я что, заснула, что ли? Так, аккуратнее. Вот это вот нерадивую ждала, когда меня вытащить, так разве даже не так? А-а-а, ну, зачем ты... А ты чего такая испуганная? Ты чего? Да как же не испугаться, баб-кать? Ты откуда этот гроб-то достала? Зачем ты в него залезла? Боже, привет, Поленька! Как же ты видишь? Здравствуйте, Терлит! Как вы? А, баб-кать, так я сначала рубах в краю? Гроб в дом притащила. А это вот, Света Петровна, соседка моя. На смех всей деревни! Не шусь ей, Сонька, не твоего ума дело! Сама полезай, черный! А мне черный не криться! Да ну тебя, ей-богу! Все не как у людей! Баб-кать! Ты зачем родню-то позвала? Не стыдно тебе родную внучку глупостями своими пугать? Уйди, Лидка! Честно мне! Слон, а не баба! Вот тебе, пожалуйста! Вообще никакого сладу с твоей бабой Кати нет! А ты, Шурка, ей потакаешь! Что ей потакаю-то? Все бы вон так готовились! Ведь ни души родной рядом нет, но все одни-одинешеньки! Баб-кать, говори, чего делать-то, чем помочь? Да отдохни с дороги! Ты так уж помогла! Приехала прямо к самой репетиции! Так, не поняла! Какой такой репетиции? Панихиду устроим! Хочу людей пригласить, послушать! Как меня плакивать будете! Баб-кать! А хочешь, я пригласительное сделаю? Фотографию твою поставим, а я текст прикольно придумаю! Распечатаем на принтере! Ну, это я так, как идею! Я пойду в сад! Пригласительное! Это интересно! Угу! Пригласительное! Это интересно! Чего ты за мной ходишь, а? Ай, седлопаду. От кого ты там все бегаешь? Субтитры подогнал «Симон» Ай, седлопаду. 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 Ай, седлопаду. Ай, седлопаду. Смотрю, какой ты красавица-мужчина Моё крыльцо обтирает, топчется, что неродной. Субтитры подогнал «Симон» Ай, седлопаду. Субтитры подогнал «Симон» Ай, седлопаду. Субтитры подогнал «Симон» Ай, седлопаду. Ай, седлопаду. Ай, седлопаду. Ай, седлопаду. Субтитры подогнал «Симон» Ай, седлопаду. Субтитры подогнал «Симон» Ай, седлопаду. Вот и бабку, девочка моя. Вот даже женихов твоих перед смертью удалось повидать. Перестань ты. Так, девки, ну-ка давайте юбку мерить. Мистер Беркли, мы могли бы поговорить с вами наедине? Он не может reach the driver, which means it's either the network or the douchebag's not answering his phone. Может быть, вы должны идти и проверить его. Мистер Майкл Беркли, и вы тоже. Я не знаю, как вас зовут. Это Мэтью, мой персональный ассистент. Очень приятно, Мэтью. Он не понимает по-русски совсем. Понятно, что мне непонятно. Так это как вы оказались в этой глуши? Почему вас никто не сопровождает по России? Где ваши телохранители, фанатки и эти, как их, фотографы? Почему вы говорите по-русски и откуда вы знаете, как зовут мою бабушку? Окей, я очень извиняюсь, что вы разрушили. Кто-то умер здесь, потому что у него вверх? Нет, нет, никто не умер. Это долго объяснил. Полин, сейчас все объясню. Нет. Нет, as in no, nobody has died yet. Матю, dude, shut the fuck up, please. There's a pink-lined coffin in there, babe, and they need some... I'm gonna go check on the driver. Для меня это персональный визит. Частный. Частный. Частный визит. Я пролетел в Россию, дабы... Чтобы. 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 Окей. Вы специально прилетели из Голливуда, чтобы спросить мою бабушку, как варить ее в гуся? Какой гус? Тот гус? Нет, нет, не гус. Гус-бери. Гус-бери джем. Ай... Варенья. Гус-бери джем. Гус-бери джем. Гус-бери джем. Ну, конечно. Я же листки этого царского две баночки-то положила. Если вы великодушно, позволите, я запишу рецепт. Я вам заплачу. Чудок ты человек. Да не знаю я никакого рецепта. Я на глазок говорю, Мишенька. Ну, мне сейчас прям, ну, совсем некогда этим заниматься. Ну, помирать я собираюсь, но не до варенья мне. Давай-ка, Шура, принеси мне сарафан в сундуке там. Так я понимаю, мужчина из-за варенья расстроился. Мистер Беркли, буквально на одну секунду. Баб Кать, выручай. А то так от меня все женихи разбегутся. Полиночка, ну, мне же некогда. Ну, вот скоро гости соберутся, а у меня ничего не готово. А я сама все сделаю. Ты только скажи, что надо, а я все сделаю. А то потеряю мужика-то. А то потеряю мужика. У-у-у. А-а-а-а! М-М-М-М! Tell them to send another car, okay? We have to get out of here another car another fucking car No, no Только этот кар Нет другой кар в отеле, только этот кар Хочешь конфетку? Сосательная Thank you Вот, ягоду собирай не крупную и не мелкую а своему американцу скажи, чтобы свежих вишневых листьев насобирал Поленька, а для тебя у меня особое поручение есть Между прочим я это сделала для вас мне показалось, если человек проделал такую дорогу то это будет несправедливо, если он уедет отсюда с пустыми руками Дорогая Полина, и это обзор господевриня нужно готовить много часов у меня не так много время сейчас придет Мэттью и мы поедем в репорт о, ваш Мэттью идет, а не едет пока ещё нет, но у него есть все шансы у меня есть поручение, но я скоро вернусь и тоже вам помогу вам все равно до вечера делать нечего кусты там, слева за домом что-то все равно что-то вы будете уничтожить этот город пока вы узнаете что-то 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 не это что-то Добрый день. Вы не подскажете, где я могу найти отца Леонтия? В огороде. Он там у себя. Вон дом его там. Спасибо вам. Екатерины внучка. Хоронить ее приехала. Неужто померла? Собирается только. Простите. Простите, вы отец Леонтий? А я подумал, кто ты из наших деревенских. Если ты, дочка, церковь посмотреть, то она закрыта. Реставрация у нас с 99-го года. Да нет, я к вам. Я от бабы Кати, внучка ее Полина. Вон она как. Никак беда какая приключилась с Екатериной Семеновной? Нет, нет, нет. Это она меня к вам прислала по одному делу. Это ж какое такое дело у нее может быть ко мне? Баба Катя твоя особой набережностью никогда не сломала. Вы понимаете, дело в том, что сегодня бабушка решила провести репетицию своей панихиды. Так вот, она послала меня спросить, не согласитесь ли вы, отец Леонтий, я не знаю, как это называется, но она хотела бы услышать, как по ней будут читать эти... Последования? Наверное. Где же это видано, чтобы последования читали по живому человеку? Совсем Екатерина Семеновна из ума выжила. Богохульствует, прости Господи. Не дай Бог еще выдумает, когда ей приставиться. Нет, 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 нет. Баба Катя просто хочет сама услышать, как это будет проходить. Разрешительную молитву читают только единожды. И только над телом умершего. Таинство это. Таинство и богослужение. Вот когда умрет, тогда и приду. Так и передай. А теперь внимание правильный ответ. Я не получил ни одного из этих звонков. Я говорю, что здесь репутация не существует. Нет, нет, нет. Там был один задержан и я полностью на top of it. Что я хочу знать, где вы все-таки? Ты серьезно? Вы должны быть с нами... Хорошо, вы должны быть с нами. Почему я единственным человеком здесь? Это был репутат, хорошо? Просто... Повторяйся, когда вы приехали в город. Мы будем ждать в гостях, ждем за вас. Шмакс! Я забыл, какой я холодный. Надеюсь, папа Кача простит меня великодушно за это яблоко. Ваш чеховский русский иногда ставит меня в тупик. А из этого варенье не сваришь. Это не возможно. Вы, наверное, как человек далекий от физического труда, что-то не так делаете. Ай, колется, зараза. Ладно, сейчас. Вы великодушно озвуличе? Да ешьте вы эти яблоки великодушно. Я придумала. Смотрите, вы становитесь на ветром и держите ветку вот так. Да? А я буду собирать. Хеллоу! Что ж ты так льешь-то? Иди сюда, садись. Сидеть! Тут не арена собаку. Извините. У вас есть машина? Ато, бус, машина, машина? Адонки и ахарт. Спасибо. Так значит, вы думаете, я самодор? Честно? Послушайте, есть вещи, которые невозможно получить. Даже если вы селебратики. Варенье вашей бабушки это такая вещь. Ну, это всего лишь варенье. Взял ягоду, засыпал сахаром и, чего не знаешь, интернет едет. Дорогая Полина, когда я еще не был известным актером, я научился оценить маленькие радости жизни. Например, я люблю утром пить чашку кофе и чтобы пить тост и масло и джам. Могу открыть маленький секрет. У меня есть шеф-диплом. Шеф? Шеф-повар, что ли? Вы учились на повара? Да. Это моя страсть. То есть, вы так любите себя и свой завтрак, что приехали в такую глушь? Нет, Полина. Я ценю юнитность. Уникальность? Да, уникальность. Я готов ехать за этим куда угодно. Это самодур? Нет. Не самодур. Господи! О, ты ж! О, ты ж! О, ты ж! О, ты ж! Я сейчас, 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 сейчас! Что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь? Я боюсь животных, окей? Особенно маленьких животных. Вы чего разорались-то на всю Ивановскую? Майкл, упал вкус крыжовника, весь в колючках. Я не знаю, как его вытащить. О, ну вы прям как дети малые, ей-богу. Ему ж надо холодной водой полить. Кого, Майкл? Крыжовник, полей, он не будет колоться. Ну, деревня. Сейчас несу, Майкл, сейчас несу! Ах! Иду, иду, уже здесь. Ах! 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 Это машина. О, мой бог, это машина! Привет! 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 Я надеюсь, что вы были в одной компании. Поехали дальше. Ну вот! Я же говорил, что придет. Вот пришел. В костюме. Чего? Listen, I am looking for a car. A car, auto. If you drive me and my friend to town, I'll pay you. Yes. Он твою развалюку приобрести хочет. Так проходи. Садись, закуси, и драйв будет. Садись. И договоритесь. О деле потом. One hundred American dollars. Вон, возьми колдастку. Возьми. На. Thank you. Федь, это мужик-то вообще. Да какая разница? Федь, в компании сидим. Чего с твоего ёлки-то толку? Ну, сто баксов за Наш лимузин, это, конечно, того. Какой лимузин? Твой лимузин. Ты чё, сдурил? Я меньше, чем за тридцать не отдал. We'll go soon, а? Да. Alright. Ну, давай. Okay. Okay. Поехали. 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 Великодушно, прошу, осторожно. Так, задействую точно, прокладываем равномерно. Вишнёвыми листьями. Щавелем. А это что? Это шпинат. Какие мы нежные. Слышечка, достань вон ту бутылку с полки. И культурные какие. Спирт? Ну, а что уже еще? Давай, заливай. Вот, хорошо. Я ничего не сделала еще, Мишенька. Ой, куда ты бухаешь-то? Ну, ты же мне всю укладку разворатишь. Терпим, 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 мы же мальчики. Значит так. Заливаем спиртом. Молодец. Тихо-тихо-тихо. У него иностранцы черты носят. И зачем тебе эта Америка? Ну, на кой она тебе сдалась эта Америка? Чего тебе там делать, ну вот, Америка? У меня нет чертей по берегу. Так, прекращай это бабкать. Давай записываем дальше. Замазываем тестом. Мишень, ну у тебя там вся задница в шапах. Я типа как через трусы-то их достану? Ну, потерпи. Я пойду проверю, высохли у него штаны или нет. Мальчик. Спасибо. Третьего ноября 2016 года в театре «Золотое кольцо» город Москва состоится большой концерт-презентация нового альбома группы «Рождество» «Ты знаешь, так хочется жить». Заказывай билеты у наших друзей. Уже сухие. Уже сухие. Мокрые. Послушайте, Майкл, мне очень жаль, что так вышло. Я очень извиняюсь. Великодушно, то бишь, прошу простить. Я напоминаю, как можно бояться гус. Это просто большая глупая птица. Вы уверены, что вам все шипы отовсюду вытащили? А то можешь попросить Шурочку продолжить. Что? У меня есть спортивный костюм. Он достаточно свободный на мне. Могу одолжить. Под проценты. Я тебе так скажу. Хорошее у тебя имя. Мать ее. Полезное такое. Вот меня как кличут? Федька? А его? Кто же Федька? Федор Иванович. Я и говорю, Федька, а ты матью. Я бы своего пацана тоже так назвал. Или Свояка, например. Он лучше Свояка. Если что сделал не так, я ему, ну ты матью. И как бы ничего плохого не сказал. А если порадовал чем, бутылку принес. Я ему, ну ты матью. Свояка. 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 Микей! Я попал нас на дороге! Ну, это... Это уринь, и... Ура... Ура... Кто-то уринь. Кто-то уринь! Кто-то уринь... Кто-то уринь... Кто-то уринь... Там... Кто-то уринь. Там... Но? Кто-то уринь. В kadar соленький... Увы от 35 градусов... Mitarbeiter. Орингеote. И-октор. Они-октор. Они-октора. ...и мою с spiritual могущество? В Янахоiacоко? А что вы уставились-то? Мужика в кальсонах не видали, что ли? Кружовник я твой в печь поставила Его там еще долго стоять А ты, значит, так, милок Вот бери мою нерадивую внучку И идите принесите мне молока для блинов Бабка, да я же не умею доить Да и он наверняка тоже Я из-за вашего варенья ничего не успеваю Идите Ой, не было печали Как говорится, черти накачали Ой, устала я прям Вы сказали, что боитесь Только маленькие животные Да? Да До сих пор я больших не встречала И теперь я знаю точно, что я их боюсь В любом размере Для меня простите великодушно Но, традиционно, это делают сударын Если мы были бы в Америке То я подала бы на вас в суд Моя world keeps turning Ну, не было бы на вас в суд Не было бы на вас в суд Не было бы на вас в суд Кто разрешение дал? Ты речь говорить будешь? Какую речь? Что ты думаешь, я тут бока отлеживаю Жду, когда поминальные речи говорить будете Ну, ты даешь, бабка А те же мы тебе поминать будем, если ты жива Мне что для этого, померять надо А шампанское будет? Говорили, будет Да пропади все пропадом Я скажу Так вот, граждане, товарищи Что я хочу сказать Соседка Екатерина Семеновна была всегда ответственной Ну, наконец-то Вас только за смертью посылали Сплюнь, Катерина В гробу лежишь, а такое говоришь Александра, ну-ка давай Уже начинай блины готовить У Полины же с Мишаней пришли А ты ложись, бабка, от меня нежно Полина Что все это значит? Вы, американцы, свадьбы репетируете А мы, русские, похороны Вы, можно сказать, начало новой жизни А мы ее удачное завершение Ведь в районный центр она тоже голосовать не езжила Репертура Хорсул? Чего хорсул? Это русские древние традиции Что еще можно сказать о Екатерине Семеновне? Традиция, но не древняя Вы присутствуете при ее, можно сказать, зарождении Я отнесу молоко И проверю, высохла ли ваша одежда А вам, наверное, лучше пройти колодцу и умыться Да Я не могу сильно заблуждаться Но заблуждалась она честно Бескомпромиссно От всей души И врожденной принципиальности Как-то помню Приглашал я ее лично На одно наше общественное мероприятие Ты чего так собираешься лежать? Может, хватит, а? Вылезай давай Видеть не могу этот гроб уже Хочу послушать, что народ скажет А ты, Полина, иди в дом Отнеси молоко Слушайте, вас не дождешься На, выпкать платок Я ж блины завела, мне молоко надо Сарто, как она работала Как она пела Пела Эту, как ее Я вам так скажу Матфью Матфью Хаусин и сей, Майкл О, бочечка свято Хомонин Я хочу снять вас Сиди Ладис Где она? Как это может быть так много Метфью Митфью Сами В бочке джение будет Иностранец. Знаменитый, говорят, человек. И уже наклюкался, а говорят, только на шпиу. Моих заболезнований. Моих заболезнований. Простите, вы здесь двух иностранцев не видели? Да вам так скажу. Моих заболевательных баров в Филиппинс. Я был в Сахару с Веруинс. Но я знаю, что я имею в виду. Здравствуйте, мои заболезнования. Мои заболезнования. И Нью-Йорк is on my mind. Это было... Здравствуйте. Вы извините, что я в такой печальный момент очень сожалею по поводу вашей бабушки. У нас тут... Тебе надо почаще прижать. Небольшая накладочка прижать. Мужики так и сыпятся. Администрация приносит вам свои извинения и готова предоставить неделю бесплатного проживания нашей гостинице. Нью-Йорк! Нет, здесь. Здесь останемся. Скорее всего. Он твой красавец. Ноу-Нью-Йорк. Ноу-Нью-Йорк здесь. Да нет, Шурочка. Он принадлежит миллионам. Майкл! Мелодия, прекрасно. Вы уже здесь. Бесси, я уже объяснял. У нас произошла небольшая накладка. Это неважно. Мы сейчас к вам видим. Но я еще не сказал. А накладки. Вы понимаете? Деталь будет только завтра утром. Десять утра обещали привезти. Часа за два я управлюсь. Так что в двенадцать можем выехать. Did you say завтра? Like, tomorrow? What the hell are you talking about? That is completely out of the question. Так? Ну? Вы тут сами разбирайтесь. Полина, скажи, you move. I don't care what they have to do to get us out of here, but здесь нет хотел. This is a little village. Мы не можем здесь оставаться. This... This is nonsense. Хотите конфетку? Сосакином. Видимо, вам не суждено уехать без рецепта, Майкл. Что вы хотите сказать? Я не понимаю. Ну, крыжовник должен простоять в печи всю ночь. И только на утро его можно будет варить. При сложившемся положении дел у вас все-таки есть все шансы. Да. И к тому же, ваш ассистент уже решил, где он заночует. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слава иным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе. Боже, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Покуй, Господи, душу усопшей рабы Твоея, Катерины. И ели-ка в житии семья, як и человек согреши. Ты же, як и человек любит Бог. Прости и помилуй. Вечные муки избави. Из уст твоих младенец, иссущих совершил еси свалу. Тебе люди действительно любят это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Полиция! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте, это вы, а я подумал уже. Умыно. Я знаю. Вы, наверное, уже проклинаете эту свою идею, мечтаете уехать отсюда как можно скорее, но если вы найдете в себе силы и останетесь еще на несколько часов, то у вас будет и варенье, и рецепт. Что она сказала? Что еще может быть может быть ошиблено? Бабушка оставила мне инструкцию. Но тут много надо делать на вкус. Пробовать, экспериментировать. Я просто подумала, что вы с вашим опытом смогли бы... Мне показалось, что это важно дать вам знать, что... Ну, я думаю, что вы уже достаточно не терпелись, и это было бы просто безумием. Я не знаю, что на меня нашло. Простите, что напугала вас. В этом рецепте. Скажите, про льд? Лед? Боюсь, что да. Я не знаю, зачем, но, судя по инструкции, мне нужны горы льда и немного сахара. Олодня, простите, благодушно. Но нам нужно обратно в ревню. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Мы это за что?! А-а-а! Это уже показаться странным. Но кулинария учит нас понимать красоту. Смотри. Голубое пламя. Это прекрасно. Ну а вот это? Посмотри, как играет свет на ягодах. Какие краски. Как это красиво. А это? Смотри. Как блестит каждая крупинка. Все эти ингредиенты так великолепны. И когда мы это смешаем, они превратятся во что-то новое. It feels like... real magic. Это не бог весь такой ужин, но... все-таки... Угощайтесь. Спасибо. Ну что, приятного. Восторг-то. Это единственный. Мне кажется... чтоwan... У нас получилось? Да, у нас получилось. А ты не спал совсем? Я спал очень хорошо. Почти срена. Правда, я должен признаться, между нами не было дело. Зато у вас есть прекрасный защитник. Он был с нами всю ночь. Думаю, у вас теперь новый... Новый поклонник? Поклонник. Субтитры делал DimaTorzok Это вернее. Матю! Майкл! Майкл! Я верю тебя, что вы рады увидеть нас! И ты! Майкл! Суриграс! Суриграс! Снависус! Вы выглядите как шутка. Ты должен спать два ночи. И там? Не волнуйся. Шан-р-ла. Дженнифер, ты успел. Касин здесь был в целом. Я уверен, дарь. Ты же, дарь. Ты же самый тяжелый, а не ты? Готово видеть тебя. Полина, я хочу тебя познакомиться. Это мои друзья. Это мой агент Касин. Здравствуйте. Это Дженнифер. Мой поклонник. Поклонница. Да, поклонница. Что ты говорила про меня? Я просто познакомился. Я же говорила, что у вас все получится. Вот. Рецепт варенья. Майкл. Я вам очень благодарен, Полина. Если вам нужно в аэропорту. Спасибо. Но мне нужно еще много чего уладить здесь. Когда я буду кушать это варенье, я буду вспоминать вас. Ну, а мне для этого и варенья не нужно. Ваш лицо и так маячит везде. Надоест еще. Маячит? То здесь, то там. То есть, то нет. Маячит. Маяча. Маяча. Рецепт. Хорошо. Пока. Садись. Вы знаете, сколько я платил за это? Не забываем, в этой позе мы приветствуем солнце. Дыхание ровно. Ты продолжаешь хандрить. Сегодня будет уже месяц. А теперь медленно переходим в адхаму к хашванасану. Толкаем копчик назад и вверх хорошо. Может, я скучаю по Роме? А теперь через уттанасану переходим в тадасану. Дыхание ровно по Роме. Ты же понимаешь, что ожидать чего-либо в такой ситуации было бы глупо. Только слабые женщины ищут себе опор в лице преуспевающих мужчин. Никого я себе не ищу. Ну, конечно, ты уже нашла человека, который живет исключительно на экране, и который говорит преимущественно субтитрами. С тех пор, как ты вернулась из деревни, ты со мной ни разу даже не согласилась в кино сходить. Ни разу. Ты что, думаешь, он там живет? Ничего я не думаю. И тем более ничего я не жду. Я лучше пойду по работе на мешке. Компенсируешь переизбыток соплевого романтизма мужскими видами спорта? Отличная сублимация. Проучи этот негодный мешок. Подождите, еще вариант. Птицы, птицы. Калибри, куры, всякие эти павлины. И побольше павлинов, самое главное. Клоуны будут? Зачем? Эта арена постепенно уходит вниз, а сверху спускается гриф. Ладно, давайте закончим эту тему. Пора про стервятников поговорить. Я думаю, наверняка где-нибудь да есть эти дрессированные стервятники. Да никто не тренирует стервятников. Тем более лысоголовых грифов. Татьяна, это обязательно должен быть лысоголовый стервятник. Клиент настаивал, чтобы это был лысоголовый орел. Гриф, где вы возьмете в Москве африканского падальщика. Я не понимаю. Да мы можем взять обычного орла и побрить ему голову. Нам нужен стервятник с воротником и длинной шеей. Ну, воротник наш арт-департамент ему сделает, а шею в графике вытянем. Скажите, а вот в этой сцене, где этот орел-стервятник по телефону разговаривает, это же компьютерная графика, да? Нет, нет, нет. В брифе прописано, что это должен быть дрессированный стервятник. Простите, а мы можем обсудить цвет штанишек на стервятнике? Иначе мы просто не успеем. Я не понимаю, что мы рекламируем. Зачем нам... Простите, великодушного. Мне очень неудобно прорывать ваш мидер. Это же... Я ищу Полину. Копи-райдер. Он что, говорит по-русски? Это очень срочно. Майкл? Полина. Хай. У вас есть чуть-чуть времени? Майкл, но я сейчас занята. Мои извинения. У меня долго одна секунда. Извините, извините. Извините, 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 извините. Извините, извините. Полина. Я хотел... ...для вам сказать. Майкл, вас все равно все слушают. Простите, великодушно, одну секунду. Вы понимаете, мне дали прекрасный дом и в отель. Но вы знаете, там нет кухни. И я подумал, если у вас есть маленький диванчик, делай меня. Если это, конечно, удобно. Адрес. Продолжение следует. Еще один секунду. Вы не отвечаете, если я приготовил ужин? Не отвечаю. Полина, я очень ждал вас увидеть снова. Майкл, я... Я, кажется, оставила немытой посуду. Майкл, я... Я, кажется, оставила немытой посуду. Продолжение следует... Майкл, я, кажется... Ум,? Субтитры сделал DimaTorzok